Для разжижения взяла жидкость, взяла лилийца, сделала сметанный замес, взяла розовильца, тоже, видишь, деликатненько беру, и желтильца. Полностью избавиться от белого. То есть наполнить веществом краски нам нужна среда обитания всего. Полностью-полностью добавляешь, можно достаточно влажно, вот если здесь нормальной сметаной, то здесь можно такой мокрой сметаной полностью избавиться от белого. Фигушку, плотную такую площадочку, плотную площадочку, не складываем, делаем ком и вытягиваем подушечку. Все, что ты положила, мягко распределишь, вот так мягко распределишь, у тебя будет мглистая, как нам и надо. Где надо, добавишь желтенький, чуть выше середины, вот этот разбел, уложишь его. Где надо, будешь менять площадочку, будешь брать белильца, синица, если надо, подольешь влаги. Именно тряпкой будет очень вкусная укладка, ты видишь, да? Вот она, вот она. Но сначала распределить все, что ты положила. Нужна вот эта дымчатая среда, вот она, дымочка. Смотри, я добиваюсь результата, я полосатый не звел. Да? Не нужна вот эта полосатая. То есть это какое-то суетное натирание, которое ни к чему не привело. Добиться вот этого, несильным разжижением краски. То есть не сильно разжижать. Сейчас все берегу еще поджигать. Значит, взяла вот этот добро, взяла белильца. То есть это акварель, мы ее переводим на язык масла. Ну, по-моему, да, я чувствую, что это получается. Вот они, полосатости. Навязываем идею колебленной, поколебленной полосатости. Вот она, полосатости. В середине у нас перекладина, поэтому будет биться. Потом просто с этой перекладиной расправишься пальцевым умягчением. Хорошо? Ладно. Значит, уложишь. Здесь очень темно, там не очень. Чуть-чуть остаются светлотики, наполняются темнотиками. Вот такую извилистую, ну, не извилистую, а волнистую уложишь. Что касается дальника. Там у нас чуть-чуть розовит. Розовит. То ли заказ, то ли восход. Возьмешь розовилочку. Можно чуть-чуть коричневилочку. И мягенько занесешь это вот сюда. Мягенько-мягенько. Вот такое тихонько-тихонько. Деликатно подберешь красочку. Не сразу с середины будешь начинать. А сначала здесь ощупаешь. Ага. Не хватает. Пощупала. Ага. Хватает. Понесла туда. Мягко. Ну, дорастирай, чтобы вот этих вот не появлялось. Дорастирай на палитрике. Самое светлое. Возьмешь белил все-таки вдоволь. Тоже немножко разбавителя нальешь. С белильцами, с желтильцами. Плотно. Светлые партии любят густую краску. И у тебя сразу появится идея освещенной поверхности воды. Вот оно. Уложишь. Тоже здесь немножко с полосатостью. Там ровно, плотно. Можешь легкую полосятинку подсунуть сюда. Смотри, как тряпка мягко, акварельно раскладывает масляную краску. Да? Очень красиво. Штриховательную набираем. Не как-то вот. Вот эти истории будут укладываться вот таким образом. Смотри, ровно в середине, да? Чуть ниже. Пальцы. Прикольно? Прикольно. Ну, это потом. А сейчас пока можешь чуть-чуть подтереть и пальчиком затереть. Ладно. Вот эти истории по похожей схеме пальцем сначала следует. Чуть какие-то там... Ну, да, нащупать сначала, да? Чуть какие-то звучки. Чуть какие-то лодочки. Чуть какие-то... Штучки. Торчалочки. Пока все вот такая бледнятина. Чуть какая-то попочка. Вот таким образом. Прикольно? Прикольно. Молодец. Создашь вот эти звучки. Вот эти. Прикольные? Очень. Значит, прямо вот... Вот пальцем классно. Создай сначала... Сначала создай это движение в воздухе. Угу. Чтобы ты осязала то, что делаешь. И начинай не с этого места, а вот с этого. Чтобы ошибки твои не стали проблемой. Угу. Сначала здесь в тени поискала. Потом дальше пошла. Потом дальше пошла. Меру краски наблюдаешь уже здесь. Чтобы она легла правильно. Угу. Хорошо? А вот это? Это нормально. Только у тебя белого не хватает. Угу. Здесь сделать еще светлее. А здесь сделать тоже еще светлее. Чего там так темно? Угу. Окей. Значит, оно мешает работать. Потом протрешь тряпкой. Угу. Тебе влага практически больше не нужна, поэтому нечего там делать этому. Угу. Значит, жесткость рисунка и мутность рисунка, которая у нас здесь есть мутность, дополним жесткостью. И будет дополнительно красиво. Чуть-чуть дополнила рукой. То есть, жесткий рисунок кладешь. Жесткий. Жесткий. Мутный. Вместе звучат. Очень неплохо. Появляется у нас с тобой еще вот этот инструмент. Раз. И попка. Угу. Кистью дополнишь. То есть, мутность мы задали пальцем. Жесткость мы додадим кистью. Сочетание мутного и жесткого очень красиво. Мг. Можно и синьку к этому. Вот что-то там. Что-то там. Чтобы провести ровненькую линию. Да. Вытерла. Заострила. Взяла малую меру. Снизу, да? Воткнула. Тянешь. Еще раз воткнула. Тянешь. Малую меру. Поставила. Чиркнула. Поставила. Чиркнула. Пусть вот такие недозвуки. Угу. Поставила. Чиркнула. Ну, а это сейчас. Если не точно, они стоят. Не точно все стоят не точно. Значит, затрешь пальцы. Давай, щупай. Спасибо. Вот эти палки, они пониже. Ты их не на то место посадил. На них, собственно, парус и накручен. Поскольку внизу она самая толстая, то там внизу она более всего видна. Смотри. Появилось акцентное звучание некоторых пятен. Мало того, что этих пятен, что бы они там ни значили. То ли человечки, то ли надстройки. Появилось звучание. Можно даже еще где-то более темных пятен подсунуть. Да? Еще больше звучания. Палочки вот эти. На них все это там нанизано. Надо с этим ничего делать. Подожди, ну вот что. Что-то делать. Что-то делать. Можно на одну из палочек этих насадить, собственно, намотанный парус. Смотри, вот он, намотанный. А это постараться вытереть, вытереть, затереть. Конечно, оно там слишком активное. Ну, одна летит вниз головой, другая вверх головой. Ну, одна на спине плавет. А так, в принципе, хорошо. Смотри, там крепления всюду имеют какие-то точечки. Точечки. Ну, вот как это возможно так? Меру краски. Не мусоленье, а довольно жестокое. Какие-то вечно точечки. Точечки. Так, здесь у нас можно чуть-чуть доиграть эту историю. Акцентик. Акцентик. Тёмненький акцентик. Можно тут же чуть-чуть в отражение загнать. Акцентик. Ширина площадки, на которой все это происходит, правильно? Не палка-палка, а площадка. Какая красотища сразу. Белый, который ты здесь пальцем положила, лучше положить. Беру творожисто-белило. Прикольно? Попробуй. Пусть и там тоже чуть-чуть. Да? Все, плоскость залегла. Чаечки. Ну, этот более или менее. Единственное, что у чаечек есть... Не только темный, но и белый. Сейчас где-то... Прикольно. Да. Ку-чел-чит. Хм-с-у-чел-чел. М fu-чел-чел. Перевыдущий. Чтобы помещать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...